В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Минченко находится в розыске. По версии следствия, в октябре 2013 года по заказу неустановленного лица мужчины по предварительному сговору подготовили убийство Дергилева и в дальнейшем осуществили задуманное. Адвокаты обвиняемых настаивают на невиновности своих подзащитных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полицейские продолжают борьбу с нелегальным производством алкоголя. Сразу два цеха по производству контрафакта было выявлено полицейскими в Самаре и Челновершинском районе. В областной столице контрафактный алкоголь производили в частном секторе на улице Черемшанская, где было изъято более четырех тонн. Часть контрафакта уже была разлита в бутылке с этикетками известных брендов. Организатором незаконного бизнеса был 20-летний житель Самары. А в Челновершинском районе в одном из сел в ходе осмотра складского помещения было обнаружено и изъято более тысячи ящиков алкоголя, а также свыше 30 тонн спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Неприкасаемых здесь нет и не будет. А подпольное производство, как я уже говорил, мы остановим. И все, кто сегодня этого еще не понял, будут понимать это в следственных изоляторах. Злая шутка или попытка отомстить банкирам неизвестный сообщил о заминировании одного из отделений Сбербанка. На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы города. На месте побывала и наша съемочная группа. Вместо кассира с деньгами на входе в банк Павла Михайловича встречал вооруженный охранник. Мужчина рассчитывал получить пенсию, но пришлось возвращаться домой с пустыми руками. Рабочее утро началось, как обычно. Сотрудники банка выдавали кредиты и принимали платежи, когда сработала сигнализация. Следуя инструкции, они вышли из здания. Обычно рабочий день, и тут пожарная сигнализация сработала. Все быстро, оперативно вышли. Почему сработала сигнализация сотрудникам финансового учреждения, никто не объяснил. Через несколько минут после сигнала тревоги все спецслужбы города оказались на месте ЧП. Девять спецмашин, спасатели, медики, полиция. Силовики объяснили. В полдень им позвонил неизвестный и сообщил о заминированном банке. В основном это совершают или лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения или подростки, которые, к сожалению, не понимают, насколько это трудоемкая работа. Проверка банка показала, тревога была ложной. Бомбу не обнаружили. 70 сотрудников вернулись на рабочие места. Оперативники определили, из какого номера звонил телефонный террорист. Сейчас ведутся его поиски. Неизвестному грозит срок до пяти лет. Герои нашего следующего сюжета угрожающих звонков в банк не делают, а просто ложатся на дно и не платят по кредиту. Охоту за ними продолжают судебные приставы, вручая исполнительные листы злостным неплательщикам прямо в купе поезда. С подробностями наш корреспондент. Провожать в отпуск на юг прямо к поезду пришли судебные приставы. Вместе с пожеланиями доброго пути вручают исполнительный лист. Эта семья задолжала банкам больше трех миллионов рублей. Разыскать неплательщиков приставам удалось лишь на вокзале. Так проходит акция «Должник». Выявляем блажников, у которых имеется задолженность и которые собираются выезжать, так скажем, на отдых. У которых нашлись деньги на покупку билета, путевок отдохнуть, но не нашлись деньги на погашение задолженности. У них есть пятидневный срок для добровольного исполнения требований, исполнительных документов на погашение задолженности. Вернуться домой лучше пораньше и заплатить долги в течение пяти рабочих дней. В противном случае придется платить и исполнительский сбор – 7% от суммы долга. Затем приставы могут вручить требования и при его неисполнении составят административный протокол. Вот так отпуск может начаться с напоминания о том, что долг платежом красен. Продолжится путешествие только если оно в пределах Российской Федерации. А вот тем должникам, которые соберутся за границу, поездку придется отложить до момента, пока не будут погашены все задолженности. Спасти свой отпуск, не остаться с билетом в руках в аэропорту довольно просто. Узнать о своих долгах можно через интернет. Зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Вбив свои паспортные данные, то есть это имя, фамилия, отчество и дата рождения, уточните, есть ли у вас долги. Если долг превышает 10 тысяч рублей, то по решению суда выезд за границу этого гражданина он уже запрещен. Заплатить по счетам лучше заранее, недели за две до вылета в другую страну. Тогда сюрприза в виде встречи с судебными приставами удастся избежать. Безопасный и чистый город с цель регулярных антинаркотических рейдов, которые проходят в областной столице. Сотрудники полиции и госнаркоконтроля прошли с инспекцией по Кировскому району Самары. Без лишних споров компания отправляется домой. За спокойствием на улицах следят сразу несколько ведомств. Полиция, наркоконтроль, департамент общественной безопасности. В ходе рейда общаются с представителями молодежи, которые нередко попадаются за распитием спиртных напитков. А в этом дворе на улице Пугачевской вредные привычки и пьяные компании ушли в прошлое. Благотворно повлияла работа правоохранителей. Теперь местная ребятня в свободное время гоняет мяч на футбольном поле, не боясь за свою безопасность. Пьяных на поле меньше видим, вообще не видим, можно сказать. И как бы уже мир получше стал, и нам приятнее как бы стало играть. Это интересно. Охота пробиться в люди, стать спортсменом. Тем, кто выбирает здоровый образ жизни, вручили подарки. Во время антинаркотического рейда правоохранители зашли и в парк 50-летие октября. Пьяных компаний не обнаружили. По словам отдыхающих гулять здесь становится безопаснее. Во время рейда приходится не только общаться с молодежью, но и выручать из беды тех, кто перебрал с алкоголем. Этот мужчина мертвецкий пьян. Его обнаружили лежащим на проезжей части проспекта Металургов. Сил подняться у мужчины не хватило, пришлось вызывать скорую. В подобные рейды по городским паркам и скверам правоохранители ходят постоянно. Этим летом провели более 60 профилактических бесед с горожанами. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok